Ребят, всем привет! С вами компания Акела. Сегодня, ребят, разговор пойдет о топ-5 ножей, которые вы можете использовать как подарок любому человеку. Безусловно, у каждого из нас есть вопросы, которые мы хотим решить, и иногда нужно отблагодарить как-то человека. Поэтому нож, по моему мнению, это один из самых лучших, один из самых запоминающихся подарков. Поехали! На пятом месте, ребята, это универсальный нож, универсальные ножи, которые пригодятся человеку, не зная даже, какие у него хобби. В моем случае, ребята, это нож-волк. Вы его постоянно заказываете. Здесь важно, что в таких ножах, в таких подарках. Большой полноразмерный клинок, спуски от обуха и удобная рукоять. Даже не зная, еще раз повторюсь, хобби человек может использовать его и на кухне, и на природе, и в быту, и в любой другой ситуации. Рекомендую вам нож-волк. На четвертом месте, ребята, я бы поставил ножи, какие-то уже с ярко выраженной тематикой, которые, например, вы можете узнать хобби у этого человека, или какие-то его предпочтения. И все это можно будет воплотить в ноже. Например, можно сделать любой рисунок на рукояти, можно сделать любую гравировку на клинке. Можно, ну, как правило, знаете, наносит либо какие-то инициалы, либо какую-то фразу, можно сделать герб, можно, в общем, сделать многое. Поэтому на четвертом месте, ребята, уже ножи, которые, скажем так, отражают увлечение или какое-то хобби человека. Тоже вы постоянно это заказываете. Вот я вам их и рекомендую. Ребята, на третьем месте, конечно, безусловно, это классический, большой, легендарный казачий нож-пластун. Знаете, он имеет какой-то своеобразный колорит. Плюс у нас в крови у всех, по-моему, тяга к каким-то большим ножам. Каждый сам решает, где его использовать. Но, зная по своим заказчикам, люди берут его на охоту, люди берут его на рыбалке. Ну, соответственно, подарки в первую очередь. Поэтому тоже они могут быть разные. Здесь вот рукоять такая, скажем, с упором. Есть рукоять классическая, рукоять от шашки. Это тоже один из самых часто заказываемых ножей. И такой подарок всегда запомнится. Такой подарок всегда будет напоминать о вас, о том внимании, которое вы уделяете человеку. Ребята, на втором месте идут дорогие ножи, дорогие подарочные ножи. И в то же время, соответственно, рабочие. А как же иначе? В моем представлении это такие ножи, которые и дорогие, и функциональные. То есть, разные вопросы, которые у вас есть, требуют разного решения. И поэтому, чем дороже подарок, тем обязанней будет вам человек. Вот такие модели вы заказываете. Такие модели я рекомендую. Это ножи из стали. С390. Сталь номер один в мире. Твердость 70 единиц. Клинки могут быть разные. Рукояти я делаю побогаче. Ножи, потому что дорогие. Здесь вот такой элемент, литье переднее. Здесь специальная площадка, которую я оставил пустой. Здесь можно напаять какие-то инициалы. Сюда можно поставить камушки, какие-то инкрустацию. Вот, ребят, почетное второе место. Занимают дорогие функциональные ножи из премиум стали. Подарите такой нож, и дело, как говорится, будет в шляпе. Вот, ребят. Ну и, конечно же, на первом месте это однозначно. Это финка НКВД. Ребят, это нож-легенда. Это нож, который пригодится человеку всегда и везде. Будь то компания за столом, на охоте всегда. Ведь, знаете, да, там, например, на охоте работают одними ножами, а за столом хвастаются другими ножами. Это классика, это легенда. Рукояти могут быть разные. Стали тоже могут быть разные. У меня большой выбор, как бы, на сайте можете посмотреть. Вот он у меня весь в масле, клинок, поэтому не пугайтесь. Привычка такая, все в масле держать. Здесь тоже можно сделать любую гравировку, любую инкрустацию. Здесь вот на подарок заказали, как бы, звезду обязательно, как бы, да, можно сделать. И на пятке ножа может быть соответствующая символика. Здесь вот символика НКВД, как вы видите. Также у меня есть авторское моё литьё. Там уже идёт, как бы, Феликс Эдмундович Держинский на литье. Ребят, вот, также можно совместить несколько вариантов из того, что я сказал. Например, подарить финку НКВД, вот, и с таким вот рисунком. Опять же, повторюсь, рисунок будет любой. Он будет отражать какие-то хобби, какие-то интересы человека. Ребят, вот вкратце, что я вам хотел показать. Обращайтесь, если вы подбираете подарки, если у вас есть вопросы, которые нужно решить. Мой вам совет, дарите человеку нож. Как бы, не забудьте только взять монетку. Обращайтесь ко мне. У меня большой опыт решения различных вопросов, потому что я давно в бизнесе. Ко мне постоянно обращаются и за подбором подарков, и за подбором соответствующих ножей. Поэтому, кузница Акела, ножи для дела. Все, жду ваших обращений. Обращайтесь сейчас.